Мы сегодня разберем уникальную истину. Это истинно носит название. Как же нам отсрочить свои похороны? Это поможет нам сегодня посмотреть правде в глаза. Это поможет нам приблизиться к той реальной ситуации, с которой мы сталкиваемся каждый, каждый день. Зная, что перед вторым пришествием Христа мир будет раздираем религиозными противоречиями. Переживая о поколении людей, которые будут жить в преддверии пришествия Христа, Иисус задает вопрос. Но Сын Человеческий прийдя, найдет ли веру на земле? Друзья мои, Библия говорит, что перед вторым пришествием Иисуса Христа на нашу землю Бог пошлет специальную весть. Весть Он пошлет по всей земле, чтобы приготовить мир к пришествию Дня Господня. Завтра я расскажу вам об Илье Пророке, который должен явиться перед наступлением Дня Господня. Я завтра расскажу вам сильную весть Ильи Пророка и почему Бог решил, что нужно послать Илью Пророка перед наступлением Дня Господня, перед вторым пришествием Иисуса. На земле для Бога существует только две категории людей. Только два класса людей. Божья истинная церковь, которая придерживается библейских принципов, она послушна Господу Богу во всем. Она абсолютно отличается от мира сего, от его привычек, от его страстей. Она послушна Божье дитё. И она отличается по всем параметрам от этого мира. Посмотрите, к чему призывает Иоанн. «Не любите мира, не того, что в мире, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит эпохоть его, а исполняющий волю Божью пребывает вовек». И есть, конечно же, антибиблейская церковь, которая в меньшей или большей мере, каждая конфессия только частична. Она слушается Господа, придерживается библейских истин. Они искажают истину Божью. Да, Иисус Христос учил следующее. «Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привезти. И они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь». Библия говорит, что есть две категории людей. Одни представляют собой Божью церковь, другие представляют собой богоотступнических людей. Намного больше. Это категория людей. Это люди, которые живут в своем удовольствии. Люди, которые живут по похотям плоти, похотячей и гордость житейская. Они живут по этим принципам. И у них работает система. «Бери от жизни все, что можешь». Эти люди живут по принципам, даже находясь в конкретной конфессии. Они считают, что можно все подряд есть. «Что хочешь, то делай». Никакого закона. «Христос пригвозил к одреву креста закон» и так далее, и так далее. Они не исповедуют волю Божью, истину Божью. Они отвергли не только Господа Бога и Иисуса, который есть истина, не только Его заповеди, но и Духа Святого, который есть истина, и который никогда не может учить другому, как только истине. И Он обличает, когда мы поступаем не по истине. И Библия полна этих слов обличительных. И Библия говорит о том, что Бог хочет все сделать, чтобы одно стадо было. И Он, Господь, был бы пастырем этого стада. Есть, говорит, у меня овцы в других, в других местах, в других загонах. Но так я хочу, чтобы они пришли в мое стадо. Я так хочу, чтобы они вернулись, чтобы пришли ко мне, чтобы пришли в мою семью. Я уже вам говорил о признаках истинной Церкви Божьей. Христос однажды сказал, «И познайте истину, и истина сделает вас свободными». Истина освобождает от всяких человеческих предрассудков. Истина освобождает от заблуждений. Истина освобождает человека от комментариев. Что же есть истина? Христос однажды сказал, «Я есть путь и истина и жизнь». О законе Божьем написано, «Правда твоя правда вечная, и закон твой истина». Библия говорит, это слова Иисуса, «Когда же придет Он, Дух истины, то Он оставит вас на всякую истину». Я хочу, чтобы вы обратили внимание на это. Принадлежать конфессии, которая имеет большую шапку, большое имя, большую значимость в истории, это не самое главное. Самое главное – исповедовать истину, которая есть в Господе Боге, и которую Он предложил человеку в Своем письме, в Своей книге Библии. Если я нахожусь у церкви с какой-то большой буквы, но я не исповедую истину, никакой светлой надежды нет у меня. Друзья мои, сегодня мы с вами ответим на вопрос, что представляет собой храм Святого Духа. Он есть истина, и Он наставит на всякую истину. Что представляет собой храм Святого Духа, и где этот храм? Ну, а вначале давайте чуть-чуть вспомним вчерашнюю лекцию. Группа студентов пришла на подобную же программу, мой друг проводил такую похожую программу, и он рассказывал о вечности, о новой жизни, о Божьем спасении. Они внимательно слушали, а он проповедовал, «Да не смущается сердце ваше, я иду приготовить место вам, и приду опять, и возьму вас к себе, чтобы вы были где я». И он говорил, «Тогда откроются глаза слепых, и отрет Бог всякую срезу с очей их». И Павел говорит, «Христос, уничиженное тело наше, преобразит так, что оно будет подобно Его телу». Знаете, очень важная деталь в этом тексте. Посмотрите, я вчера об этом не говорил, посмотрите, апостол Павел говорит, «Христос, уничиженное тело наше преобразит». И дальше этот текст пишет так, что оно будет сообразно славному телу Его. Вы слышите? Люди, которые попадут в Царство Божье, они будут иметь тело, а не три грамма, непонятно чего. Они получат славное тело. Они будут иметь тело. Будет физическая жизнь. И это очень важная истина. Чрезвычайно вдохновленные ребята, слушая эту лекцию, они после лекции подошли к моему другу, его зовут Джон, подошли к нему и сказали, «Это просто замечательно, но это все в будущем». А нас волнует о сегодня. Бог думает о нас. Сегодня Он переживает о нас. Бога волнует наше состояние, например, наше здоровье, наша жизнь. Друзья мои, Бога очень волнует наше сегодняшнее, наше теперешнее. Его очень волнует. Он хочет, чтобы сегодня мы могли быть счастливыми, чтобы сегодня, придя к Нему, мы могли ощутить полноту радости и счастливой жизни. Послушайте, что бы вы отдали за то, чтобы быть здоровым, если вы больны? Если вы спросите смертельно больного раком человека, об этом вы узнаете цену здоровья. Спросите об этом у родителей, которые имеют детей, которые болеют лейкемией. Спросите об этом человека, который измучен артритом. Они скажут вам, что здоровье это бесценный дар Господа Бога. Иисус Христос однажды сказал, «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Друзья мои, не жалкое, скучное такое существование. Никогда Бог не хотел, чтобы мы были именно такими. Но Иисус хочет, чтобы мы имели счастливую, полнокровную, радостную жизнь во всей ее полноте и красоте. Когда Бог вывел израильский народ из Египта, Он напомнил им некоторые конкретные правила и установления, которые могут помочь им сохранить здоровье и счастливую жизнь. В Псалме 104 мы читаем, «И вывел израильян с черебром и золотом, и не было в коленах их болящего». Друзья мои, там вышло из Египта около трех миллионов человек, и не было среди них ни одного болящего. Как Бог любит своих детей, Он заботится о их здоровье, Он не хочет чтобы его дети болели. Дело в том, что наше тело, оно сотворено Богом. Он точно все знает, как оно функционирует. Он знает принципы поддерживания здоровья. Послушайте, когда вы сегодня покупаете автомобиль, вы получаете руководство, новый автомобиль, вы получаете руководство по эксплуатации этого автомобиля. В нем четко написано, какое топливо следует заливать в бак для того, чтобы работал хорошо движок. Там написано, какой тип масла нужно заливать, как обслуживать часто автомобиль для того, чтобы он был оптимальным в вашем использовании. Точно так же и с человеческим телом. Бог подарил нам почти безграничное совершенное тело. Друзья мои, мы должны заботиться о нашем теле. Мы больше всего должны думать об этом, потому что это самый бесценный подарок. Скажите, это нормально, когда человек заботится о своем здоровье? Наверное, это очень важно. скажите, если Бог сегодня любит вас, Ему безразлично, то если вы больны, если вы знаете, что Он вас любит, и вы больной, скажите, Ему безразлично это, или Ему это не безразлично? Не безразлично. Он должен что-то сделать для меня, если Он меня любит. Скажите, если есть у Бога на земле Его церковь, Ему безразлично, больны они или здоровы? Не безразлично. Он хочет, чтобы Его дети были здоровыми. Он все сделал и делает для того, чтобы они были счастливыми. Друзья мои, это очень важно. Если у Бога есть на земле Его церковь, Его дети, Он им четко прописал инструкцию, что нужно заливать сюда, что нужно засыпать сюда, чтобы наш организм работал насколько возможно лучше, чтобы мы лучше могли прославлять нашего Бога. И вы, наверное, хорошо помните, что Бог дал пищу человеку. Бог предусмотрел для человека нечто уникальное. Он хотел, чтобы человек жил полнокровной жизнью. И при сотворении Библия говорит, что Бог дал человеку пищу. Давайте будем читать. И сказал Бог, вот я дал вам всякую траву сеющие семя, которое есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный сеющий семя, это вам будет пищу. Я хочу задать вам вопрос. Люди послушались Господа сегодня? А вы понимаете, почему мы болеем? Вы понимаете, почему мы болеем? Потому что мы непослушные. Скажите, важно слушаться Бога? Наверное, очень. Наверное, очень. Бог говорит, вот что я вам даю пищу. Бог создал красивого мужчину и женщину и сказал, вот что я предложил вам в рацион питания. Вот это то, что будет поддерживать вашу жизнь. Это была растительная пища. Это были злаки, фрукты, ягоды и орехи. А также дерево жизни. Дерево жизни, конечно, это не корень женщин. Это дерево, а не корень. И поэтому это обман, что корень женщин это жизнедающий корень. Друзья мои, должен сказать вам, после грехопадения, когда люди согрешили, Бог предложил еще нечто в рацион питания человека. И Библия говорит, и будешь питаться полевой травой. В оригинале это звучит сегодня, можно перевести правильно так, и будешь еще питаться, плюс к тому, что я дал, еще овощами, которые будут обогащать твой организм, теряемыми тобою калориями, из-за того, что ты будешь много потеть, добывая хлеб. Поэтому Бог говорит, плюс к тому, что я сказал, вот еще будешь есть овощи. Друзья мои, из-за этого состояла диета человека вплоть до потопа, до времени потопа. И поэтому допотопные люди очень долго жили. Это были то, что Бог предложил, фрукты, зерновые, ягоды, орехи и овощи. Наверняка это была очень хорошая диета. Ведь люди допотопа жили более 900 лет. Мафусал прожил дольше всех. Библия говорит, всех же дней Мафусала было 969 лет. И он умер. Он прожил почти одну тысячу лет, придерживаясь строго инструкции Творца неба и земли, Творца человека, который дал инструкцию по диете здорового питания. Придерживаясь этой инструкции, он прожил почти тысячу лет. Друзья мои, но после потопа продолжительность жизни человека начало неуклонно снижаться. Посмотрите на эту диаграмму долголетия. Это люди до потопа, это, видите, ковчег держит, это Ной, он тоже примерно так, как они, почти прожил. Но он уже старый, они молодыми умирали, а он уже дедушкой умирал. Посмотрите сын его, посмотрите его внуки, его правнуки, смотрите, как резко, резко жизнь, время долголетия снизилось. И есть этому причина. Это же не просто так люди стали жить меньше. Даже если бы мы все взвалили на грехи, то это не было бы до конца правда, то есть на другие грехи. Это грехи, имеющие отношение к нашему питанию, к тому, что Бог дал нам рацион питаться. Из-за этого возникло много проблем. Друзья мои, потоп уничтожил растительную жизнь на земле. А запасы пищи, которые приготовил Ной и были приготовлены в ковчеге, они истощились после пребывания в ковчеге восьми людей и животного мира, который находился там после одного года и десяти дней. Год и десять дней они находились в этом ковчеге. Поэтому Бог позволил Ною и его семье питаться мясом животных, что было крайней мерой, что было исключительно исключительной ситуацией из-за того, что человеку после потопа не было что кушать. И есть две причины, почему Бог разрешил человеку есть мясо. Первая причина у Ноя и его семьи. Они истощились с запасы еды. И поэтому, чтобы человек не умер, чтобы он мог выжить, Бог позволил человеку есть мясо животных. Вторая причина, почему Бог разрешил есть мясо, это из-за того, чтобы человек не оставался долговечным грешником, чтобы сократились лета жизни человека. Поэтому Бог разрешил человеку есть мясо. Но разумеется, не все растения и не все животные годились в пищу. Вы с этим согласны? Можно сегодня наесться растений некоторых и умереть от этого? есть такие ягоды, травы, которых можно наесться и умереть. Да, точно такая же система и в животном мире. Вот мы, например, с вами решили, червяка или крысу мы никак не будем есть. Мы очень, оказывается, избирательны все в еде. Не только адвентисты седьмого дня, а все. Каждый человек, присутствующий здесь, не согласился бы это есть. Почему? Мы все подходим избирательно к еде. Но правильно ли мы выбираем? Мы должны сегодня открыть нечто для себя. Библия говорит, это важно очень отметить, что такое разделение, разделение, что не все можно есть подряд, оно не появилось с тем моментом, как появился Моисей, израильский народ вышел из Египта, нет. Бог сказал Ною, какие животные должны были войти в ковчег, и сколько должно было быть скота, и тех, которые Бог определил, что они чистые, и тех, которые Бог определил нечистые. Послушайте, это очень важно, это уникальная истина, которую невозможно пытаться опровергать. Посмотрите, какое поручение дает Господь Ною. И всякого скота чистого возьми по семи мужского пола и женского, а и скота нечистого по два мужского пола и женского. Скажите, пожалуйста, если Господь дает такое поручение Ною, Он не говорит, Ной, коза чистая, а волк нечистый, например. Он не объясняет нему ничего. Скажите, когда Бог дает такое поручение, говорит ли это о том, что Ной точно знал, что чистые, а что нечистые? Да, Бог ему не поясняет детали, а говорит, ты знаешь это. Поэтому чистых берешь по семь пар, а нечистых по две пары. И все, Ной, живший до потопа и который прожил еще порядка 300 лет после потопа, Он четко знал, Бог его научил еще до потопа, что такое чистые животные, что нечистые. Это говорит о том, что весь допотопный мир знал эту истину, и люди придерживались верующих в Бога, они придерживались этих правил. Это очень важно. Друзья мои, давайте послушаем какое, то есть то, что знал Ной. И давайте послушаем следующее заявление Бога. Не только из животных, но Бог определяет и птиц тоже. Давайте будем читать. Также из птиц небесных, чистых по семи мужского пола и женского, а из всех птиц нечистых по две мужского пола и женского, чтобы сохранить племя для всей земли. Отступившая от Бога церковь, она делает большое зло. Посмотрите, Господь говорит, священники ее нарушают закон мой и не указывают различия между чистым и нечистым. Я хочу вам задать вопрос. Учат в церкви, что есть чистые животные, нечистые, что это можно кушать, а это нельзя? Учат в церкви, нет. Скажите, отступили священники от законов Божьих? Отступили. Не слушайте их. Если бы мне в жизни хоть один раз кто-то проповедовал вот эту истину, так как сегодня я пытаюсь вам показать, я во мгновение ока стал бы христианином. Это же понятно, что если в моей церкви не делают этого различия они отступили от Господа Бога. Если в моей церкви не учат этой правде, значит от меня скрывают полноту истины. Что там делать? Я должен предпринять что-то для своего спасения. Послушайте, очень серьезную истину. Я читал вам книгу пророка Иезекииля. И в книге пророка Иезекииля я читал эти слова, 18 глава. Сын Человеческий. Я поставил тебя стражем дома моему. Ты услышишь от меня истину и ты должен предупредить грешника, если ты этого не сделаешь. Кровь за смерть этого грешника. Он умрет за грех свой, но кровь его взыщу от твоей руки. То есть ты тогда человекоубийца, если ты не научил правде тех, кого я тебе доверил пасти. Бог взыщет за этот обман предательство Господа, когда в церквях не открывают правду Божью. Бог взыщет с них, но знаете проблема в чем ваша? А вы все равно умрете за грех свой. Если бы Бог взыскал священников, а вас бы очистил, вы вдруг стали бы святыми из-за того, что они вас не научили. Это хорошо было бы, но Библия говорит, что грешник умирает за грех свой. Но я накажу того, который знал и должен был научить и не научил. Поэтому я сегодня хочу сказать, друзья мои, чист я от крови всех вас, потому что я открыл вам полноту истины Божьей. И я сегодня покажу еще до конца этот вопрос. Итак, друзья мои, Бог делает различия между чистым и нечистым или нет? Бог четко делает различия. После того, как Бог вывел израильский народ из Египта, когда уже существовала письменность, тогда он дал письменной форме принципы питания, принципы, которые могли поддерживать здоровье и долголетие. И это было то же, что Ной знал в устной форме. Это то же было, что Авраам знал в устной форме. Давайте мы с вами сегодня будем читать об этом. Это еще один закон, который в Библии есть, и это закон здоровья. Библия дает классификацию животных, птиц, рыб, которых Бог называет чистыми или нечистыми, и следовательно, чистых Он позволил кушать. Давайте будем читать. Вот скот, который вам можно есть. Я хочу задать вам вопрос. Здесь написано об положении, что кушать, а что не кушать, или нет? Четко написано, что человеку можно есть. Вот скот, который вам можно есть. Валы, овцы, козы, олень, серна, буева, лань, зубр, оригс, камилопард. И дальше признак, как определить чистого от нечистого. Всякий скот, у которого раздвоенные копыты, глубокий разрез, и который скот жует жвачку, тот ешьте. Бог сказал, что если животное имеет разрез на копытах и жует жвачку, его можно употреблять пищу. Сочетание двух важных деталей. Разрез в копытах и жует жвачку. Вы знаете, что такое жует жвачку? Корова съест, а потом все это пережевывает, например, ну, чтобы было понятно. Итак, два наличия, два признака. Раздвоены копыта и жует жвачку. Тех Господь говорит, ешьте. Здесь Бог определил конкретно, что человеку можно кушать. Это должно быть вместе. Но некоторые животные, они жуют жвачку, но у них копыта не раздвоены. А некоторые не жуют жвачку, но у них копыта раздвоены. Что в таком случае говорит Господь Бог? Послушайте, потому что это очень важно. Бог не дает и не оставляет человеку места сомнения. Бог не оставляет человеку места сомнения, чтобы вдруг он подумал, а может быть и так это можно сделать, а может быть и вот так. Бог не позволяет этого, чтобы человек раздваивался, чтобы он недоумевал, чтобы он не понимал. Он четко определяет каждую деталь. Давайте будем читать дальше. Библия говорит, только сих не ешьте из жующих жвачку, имеющих раздвоенные копыта с глубоким разрезом. Я хочу вам задать вопрос. Скажите, это понятно или нужно комментировать, что этих нельзя есть? Написано, что этих нельзя есть или нет? Господь говорит, только этих не ешьте. Как кого? Верблюда, зайца и тушканчика. Потому что, хотя они жуют жвачку, но копыта у них не раздвоены, и какие они? Нечистые они для вас. Нечистые и нечистые не употребляйте в еду, говорит Господь. Итак, Библия говорит, что есть нечистые. Скажите, этот текст нужна лица в комментарии? Он не нуждается в комментарии. Послушайте далее следующий текст, восьмой. И свиньи, потому что копыта у ней раздвоены, но не жует жвачки. Нечисто она для вас. Не ешьте мясо их и к трупам их не прикасайтесь. Проблема? Я знаю. Я знаю. А я хочу задать вопрос. Вы можете о себе сегодня сказать, что вы послушные Божьи дитя? Покайтесь. Покайтесь и прекратите делать зло. Библия называет это злом. Покайтесь. «Я понимаю у вас украинец без свиньи, без сала, непонятное существо. Но однако же мы должны поверить Господу Богу. Если вы внимательно изучите этот список животных, вы поймете, почему эти животные перечислены как нечистые. Потому что большинство из них питаются падалью. Это живой ходячий мусорный ящик. Я хочу вам задать вопрос, чтобы вы не сомневались. Некоторые люди говорят, да я сам там кормлю этого свинью, я знаю, что я ему даю. Скажите, свинья может съесть маленького ребенка? Я читал в газетах, по радио, по телевизору слышал и всмотрел. Свинье все равно, что кушать. Это вы можете стараться давать ей что-то хорошенькое, но оно все равно свинья. Оно все равно свинья. И Господь говорит, что мы не должны есть их и к мясу их не прикасаться. Но скажете вы, а почему? Мы же украинцы, нам очень нравится свинюшка, она такая вкусная, почему это Бог не хочет, чтобы украинцы ели свинью? Свинья это животное, которое питается отбросами. Вы знаете, то, что есть свинья, оно перерабатывается в ее желудке максимум за 4 часа. Вы слышите? Максимум за 4 часа, в течение нескольких часов, и поэтому, что она кушает, с того она состоит. Что она кушает, с того она состоит. корова корова, напротив, имеет сложнейшую систему пищеварения, и поэтому нужно 48 часов, чтобы то, что она съела, прошло через все очистительные пути и превратилось в ее ткань. Свинья не надо и 4 часов. Что съела, сразу воплотилось тело, поэтому очень выгодно кормить на продажу. Друзья мои, но это проблема. Более того, свинина бывает инфицирована личинками трихинелы, о чем мы с вами можем знать еще из древней истории. Трихинеллез очень может быть серьезным заболеванием, он может быть смертельным заболеванием. Трихинеллез это не новое какое-то заболевание, о нем мы можем читать в древних египетских письменах вскрытие многих мумий показали, что многие египетские мумии были инфицированы личинками трихинелы за сотни тысяч лет до нас с вами, до нашей эры, прошу прощения. А пророк Исаия в 66 главе с 22 текста, он описывает новое небо и новую землю. Но перед тем, как он описывает новое небо и новую землю, говорит о Божьем предостережении, которое взывает к покаянию людей, которые живут перед пришествием Христа, чтобы они повернулись к Господу. И посмотрите, что Бог заявляет. Я читаю 66 главу книги пророка Исаия из 16 текста. «Ибо Господь с огнем и мечом Своим произведет суд над всякую плотью, и много будет пораженных Господом. Те, которые освящают и очищают себя в рощах, один за другим едят свиное мясо и мерзость и мишей, все погибнут, говорит Господь». Вы хотите попасть в Царство Божье? «Всякому человеку, который ест свинину, закрыта дверь навсегда в Царство Божье». Так этот текст говорит или нет? Я не писал ни одного текста в Библии. И вы сегодня можете знать, почему Антонюк не ест свинину. Я хочу попасть в Царство Божье. От того, что я ее тут не буду есть, то не надо мне этой свинины. Я хочу попасть в Царство Божье. Я хочу иметь вечную жизнь. Я хочу задать вам вопрос. Скажите, пожалуйста, играет роль еда по отношению к вашей вечной жизни? Огромную. Господь говорит конкретно. «Веруй в Господа Иисуса Христа, пожалуйста, но если ты ешь свинину, Царство Божье не наследуешь. Все погибнут. Верующего в Иисуса Христа, Иисус умер за меня на Голгофе, но если я ем свинину, Господь говорит, все погибнут. Он себе не противоречит. Библия не противоречит себе ни в одном тексте. И поэтому я сегодня вас призываю, покайтесь. Повернитесь к Господу Богу. Подумайте о том, что Бог хочет, чтобы вы были Его детьми. Его дети, они отличаются от всех похотливых людей этого мира. Они очень избирательны в еде. Потому что они хотят быть здоровыми. Они хотят служить Господу верой и правдой. Пусть Бог сегодня поможет каждому из вас. Любая конфессия, которая утверждает сегодня, что еда не играет роли вашему спасению, она лжет. Она обманывает сама себя. И она обманывает других людей. И они считают, что они попадут в Царство Божье. Но я сегодня хочу вас призвать, не верьте этому. Это обман. Это ложь. Библия – это Слово Господа Бога. И если вы не последуете Слову Господа Бога, вы погибнете для вечности. Это не потому, что Антонюк плохой, что он проповедует такую весть. Библия говорит, что Дух Святый, Он есть истина и научит нас всякой истине. И Дух Святой, Он придет для того, чтобы обличить мир о грехе, о правде и о суде. Бог осудит вас. Библия говорит, что Бог будет производить суд. И всякого, кто ест свиной мясо, Он осудит на погибель. Они Царство Божье не наследуют. И я сегодня хочу призвать вас. Верьте Богу, и будете спасены. Верьте Его пророкам. И Бог вам подарит вечную жизнь. Но если вы будете сопротивляться истине, никакой, никакой надежды. Бог дал также инструкцию, какая рыба годится в пищу, а какую употреблять не следует. Давайте прочитаем об этом. Из всех животных, которые в воде, видите, не только рыба, а всех живых существах, ешьте этих. Скажите, это понятно, что Бог говорит о еде или нет? Да, ешьте этих. У которых есть перья и чешуя в воде, в морях или реках, тех ешьте. А все те, у которых нет перьев и чешуи в морях или реках, и всего живущего в водах, что? Скверно для вас. Это грех, это зло, креветки, раки и тому подобное. Это скверно для вас. Библия показывает нам, что Бог хочет подарить нам хорошую жизнь, хорошее здоровье. Он хочет подарить нам вечную жизнь. Однако, если мы будем есть, что попало, и думать, что молитвой освящается все, все мы погибнем с вами. Бог показал, что можно, а что нельзя есть, и что может послужить добру, а что может послужить козлу человека. Вы теперь знаете, какую рыбу можно есть. Бог лучше знает, что нам полезно. И Он из воды позволил есть только тех, которые имеют чешую и перья. Вы различаете это, да? Понимаете это? Вот чешуя и перья четко изображены здесь на этой рыбке. Ну и последнее. Из птиц. Написано, каких из птиц нельзя есть в книге Второзакония, 14 глава, с 11 по 20 текст. За неимением времени я не прочитаю эти тексты. Но вы там прочитайте. Книга Второзакония, 14 глава, с 11 по 20 текст. Дома прочитайте. Но вот этого можно. Индюка, голубя, курпатку, так я несколько скажу. Это то, которых точно, этих можно есть. Друзья мои, вот эти... Господь говорит. Это итог. В книге Левит еще написано тоже о всех птицах, которые можно, которых нет есть. Ибо я Господь Бог ваш, и так будьте святы, потому что я свят. Вот закон о скоте, о птицах, о всех животных, живущих в водах. Чтобы отличать нечистые от чистого. И животных, которые можно есть, от животных, которых есть не должно. Как еще Бог должен был написать, чтобы люди уразумели, что они не имеют права, если они хотят иметь спасение, есть, что им заблагорассудится. Как можно было еще написать конкретно, четко и определенно? Скажите, это понятный текст или нет? Я Господь Бог ваш, и так будьте святы, потому что я свят. В чем святость в данной ситуации? В еде есть святость или нет? Есть. Если вы не будете есть скверного и нечистого, что Бог сказал и показал, как отличать, то вы будете святы. Но если вы будете есть это, вы тогда нечистые. И тогда никакой надежды нету на спасение. А посмотрите, что делают священники. Священники ее нарушают, закон мой, и не указывают различия между чистым и нечистым. Я хочу задать вопрос. Священники поступают правильно? Нет. Нет. Они отвергли это все. Они потоптали и растоптали ногой. Все то, что Бог повелел проповедовать и учить людей. Мне очень жаль. Мне очень жаль, что они не открыли для себя уникальную истину. Почему они это сделали? Еще есть нечто, что Бог запретил есть. Посмотрите на этих людей. Здесь моей жены нет, но есть моих трое детей. Это мои друзья, американцы из Калифорнии, Сюзан и Хавьер Пирано. А это мои дети. Сын справа, старший Сергей, Элочка и Олечка. И мои дети, как вы определите, вот они умирущие или нет? Давайте сделаем определение, насколько возможно. Они как, нормальные такие люди, живые или они вот-вот умирающие? Как они выглядят? Нормально выглядят? А я не прошу там красоту определять, а просто так на взгляд, то есть на взгляд физически они нормально выглядят. Мои дети ни разу не ели ни одного кусочка мяса, ни разу не ели рыбы, ни разу не ели птицы. Что, они умирущие? Нет, я не ем вообще никакого мяса, ни рыбы, ни птицы с 1974 года, когда я был еще далек от того, что проповедую вам. Ни рыбу я не ем, ни мясо и ни птицу. Я сегодня ни одного человека не призываю делать, как я. Но скажите, я слабый физически, у меня есть энергия или нет? О, есть, наверное, достаточно. Есть энергия, и она ни от рыбы, ни от мяса, ни от птицы. Я ем то, что Бог сказал есть. Правда, еще немного ем и того, о чем Он не сказал тогда вначале. Я ем еще то, что производит корова, то есть молоко, молочные продукты. Ну, так, постольку, поскольку, не слишком увлекаюсь. Но я хочу вам сказать, я чувствую себя очень хорошо. Мне скоро 50 лет, но я еще благодарю моего Господа. Вот здесь, в этой части, вот, не знаю, что такое болит и как оно болит. Я еще, слава Богу, не ощутил этого. И я думаю, у меня ответ один. Вы можете сказать, что и я тоже, может быть, может быть. Но я знаю, почему я чувствую себя хорошо. Я пытаюсь максимально придерживаться здорового образа жизни. Максимально. Я хочу быть послушным Господу. Бог говорит, это не делай. Он знает лучше, я себя определяю. Я говорю, Господи, раз так, буду делать так, как Ты говоришь. Я сегодня ни одного человека не призываю стать вегетарианцем. Хотя это лучше. Я не призываю Вас. Но хотя бы, пожалуйста, поверьте Господу Богу. Отличайте чистое от нечистого. Ешьте только то, что Бог определил чистым. Он знает лучше, что подходит нам и что будет менее болезненно для нас. Поверьте Ему. Послушайтесь Господа. И делайте, как Он говорит. Еще есть нечто, о чем Бог предупреждает, что нам нельзя есть. Это постановление вечной в роды вашей во всех жилищах ваших. Никакого тука и никакой крови не ешьте. Друзья мои, будем помнить, что Бог ограничил диету человека еще в этом вопросе. И Он сказал, чтобы мы не ели колбасу-кровянку. Так или нет? Да. Бог говорит, не ешьте крови. Почему? Потому что кровь не только в себе имеют жизнь и разносит по организму питание, кислород и так далее. Но она же и собирает шлаки все с организма. И все нечисть очищает и потом в себе это все содержит. И когда мы едим, мы тогда наполняемся тем, что она выбирает из организма. И еще, Библия говорит о туке. Некоторые не знают, что такое тука. Это жир. Животный жир. И вы можете сказать, ну как же сало не есть? Мы же так привыкли. Вы не знаете историю. Вы не знаете историю, почему вы едите сало. Я вам скажу, может быть, за две минутки историю, но вы можете покопать и найти это. Украинцы, тогда Киевская Русь еще, им приходилось воевать. С теми, которые были захватчики, нападали на них и так далее. И монголы на них нападали. Всякое было. И те, которые нападали на них, они не ели свинью. И когда они приходили сюда, на Украину, они забирали весь чистый скот, коров, коз, овец, забирали все это, грабили. И потом Киевская Русь узнала, что они не едят свинью. И они решили разводить свиней и кушать свиней. И когда на них нападали, свиней никто не брал. И они радовались, что их не грабили и с удовольствием ели свинью. И так мы пристрастились к свинье, что говорят, что украинец без сала – это не украинец. Но зачем нам приписали такую привычку нехорошую? Бог против этого. Потому что… Почему Бог не хочет, чтобы мы ели сало? Потому что жиры, содержащиеся в мясе, о чем нам читал Виталий лекцию, они содержатся, эти жиры, в мясных продуктах и вызывают повышение уровня холестерина. И наши кровяные сосуды, они сужаются. И таким образом у нас много проблем сердечно-сосудистых, и мы в конечном итоге можем инфаркт пережить и многое другое. Друзья мои, об этом читал нам Виталий. Мы можем осознавать важность и заботу о своем организме только при одном условии. Я это открыл для себя, что если я буду просто вам говорить все это, это может не помочь вам. Но то, что я хочу сейчас открыть для вас, вы должны определить очень важную истину. Мы должны открыть сегодня для себя, что представляет собой храм Божий. Давайте будем читать. Не знаете ли, что тела ваши – суть храм, живущего у вас Святого Духа? Посему прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божьи. Я должен сказать вам, что здесь допущена ошибка при переводе. Ну, перевод осуществляли под руководством Православной Церкви, Библии, которую я читаю. И поэтому они верят в вечную душу. И поэтому они написали в душах ваших. А там греческое слово употребляется пневматос. Пневма – это дух в переводе. Пневматос – в духе вашем. Поэтому будет звучать это – прославляйте Бога в телах ваших и в духе вашем, которые суть Божьи. Итак, что есть храм Божий? Давайте еще раз обратите внимание. Тело есть что? Храм Святого Духа. Мое тело – храм Святого Духа. Господь говорит, вселюсь в них и буду жить в них, и буду их Богом, а они будут моим народом. Господь хочет жить в нас. Чего хочет Иисус? Се, стою у двери и стучу. Куда? Какую дверь Он стучит? В сердце. Место Господу Богу где? В сердце. В сердце. И поэтому Библия говорит, что храм Святого Духа. А скажите, после того, как Иисус вознесся на землю, кто вместо Иисуса пришел на землю? Дух Святой. И место Духу Святому где? В сердце. Тело наше – храм Святого Духа. Тело наше – храм Святого Духа. Друзья мои, это великая истина Библии. Это великая истина Библии. Поэтому Бог предупреждает, разве не знаете, что вы – храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий Свят, и этот храм – вы. Как можно не заметить этот текст? Есть спокойной совестью свинью, которая разрушает мое тело, которая мешает мне быть здоровым и думать, что я красивый христианин. Как можно себе внушить такое христианину, который читает Евангелие, а Бог говорит, я ж покараю тебя, если ты разрушаешь свой храм. Это мой храм! Тело твое – мой храм! И если ты его разрушаешь, я взыщусь с тебя за то, что ты делаешь над моим храмом. Я не могу не слушаться Бога. Было время, когда я был непослушный Божьи дитя, непослушные. Но сегодня, когда я открыл эти истины, я поверил Господу. И я сказал, Господи, я не хочу, чтобы ты страдал от этого. Есть такая поговорка – в здоровом теле что? Видите, вы все знаете. А если тело больное? Богу тяжело там быть. Богу тяжело там быть. Он, который дает здоровье, Он, который создал нас по образу и подобию своему, Он страдает от этого. Друзья мои, Павел говорит о ряде вещей, которые могут осквернить наши тела. Ну, например, он говорит, или не знаете, что неправедные царства Божьего не наследуют? Не обманывайтесь. Ни блудники, ни прелюбодеи, ни мужеложники, ни воры, ни пьяницы царства Божьего не наследуют. Многие люди говорят, нам не надо быть праведниками. Иисус умер за нас. А Павел говорит, что неправедные царства Божьего не наследуют. Нам нужно стать праведными, если мы хотим попасть в царство Божье. Нам нужно стать праведными. Что означает быть неправедным? Что обозначает быть неправедным? Давайте будем читать. Библия говорит об этом. Среди тех, что оскверняет тело, Библия упоминает безнравственность, извращение пьянства. И Библия говорит, избегайте блуда, ибо блудник грешит против собственного тела. Поэтому каждый имей свою жену и каждая имей своего мужа. Библия показывает дальше. Знаете, Соломон писал, вино глумливо, сикера, это водка или самогонка, буйно. И всякий увлекающийся ими неразумен. Еще читаем. Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно. Впоследствии, как смей оно укусит и ужалит, как аспит. Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное. И тогда исходит из уст то, что оскверняет человека. Не еда чистая, о которой Бог определил. А когда употребление нечистой еды, нечистого питья, и тогда сердце говорит развратное, и из уст выливается. Когда пьяный выливается из уст, всякое зло или нет? Выливается. И поэтому Бог приглашает нас не заниматься этим делом. Оно приводит к большой беде. Милые женщины, если вы хотите, чтобы ваши мужья любили вас и только вас, и не ходили налево или направо, не держите дома спиртного, чтобы он похмелился, потому что ему больно, голова болит после того, как выпил. Не держите ни грамма спиртного. Лучше эти деньги, которые вы покупаете ему спиртного, чтобы потом ему облегчение пришло. Пусть болеет. Пусть почувствует. Пусть посмотрит, что это дурно делать. Лучше эти деньги, которые вы тратите на это, дайте нищему человеку. Вы поможете ему. И это будет, пойдет в счет вашего, вернее, в ваш счет в Банк Небесный. Друзья мои, это очень важно. Алкоголизм – это одна из самых серьезных мировых проблем. Более половины всех дорожно-транспортных происшествий – из-за алкоголя. Статистика – она очень упрямая вещь. Более 60% разводов супружеских пар – это из-за алкоголя. Друзья мои, на протяжении уже 28 лет моя жена, моя супруга Танюша – счастливая женщина. Я никогда не прихожу пьяным домой. Никогда. И я всегда прихожу нормальный. Я всегда прихожу в здравом уме. Никогда мои дети не лезли под диван от того, что папа пришел домой, хозяин явился домой. Я их люблю. Они бежали мне всегда навстречу и прыгали на руки. А затем обнимались и по сей день это делаем. Друзья мои, это великая истина. Продолжительность жизни алкоголиков в среднем на 12 лет меньше, чем человека, который не пьет. А Библия говорит, «Коре тем, которые с раннего утра ищут водки и до позднего вечера разгорячают себя вином». Христос сказал, «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением, пьянством и заботами житейскими, чтобы день тот, день второго пришествия Христа не постиг вас внезапно». Для христианина употребление алкогольных напитков, что разрушает его храм, его организм имеет еще более серьезные последствия. Он не должен наносить вред своему рассудку. Он должен в любой момент, в Библии написано, дать отчет в своем уповании, в своей вере у Господа Бога. Он должен в любой момент призвать человека к покаянию и показать путь, по которому ичи. Но если он пьяный, он не может этого сделать. Он не может этого сделать. Апостол Павел заявляет, что пьяницы Царства Божьего не наследует. Вы слышите? Пьяницы Царства Божьего не наследует. Более того, уже сегодня алкоголь разрушает человеческий организм, цирроз печени, другие заболевания. Это очень страшно. Библия говорит, «Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, и этот храм каждый из нас». Есть другие вредные привычки, которые разрушают храм Божий. Например, если вы курите, ваши шансы умереть от рака легких в тысячу раз больше, выше, чем у того, кто не курит. Шансы курильщика умереть от сердечного приступа в 103 раза выше, чем у человека, который не курит. Среди курящих матерей уровень младенческой смерти на 30% выше, чем у матери, которые не курят. Доктор Линус Паулинг, ученый-лауреат Нобелевской премии, сделал открытие и заявил, «Каждая выкуриваемая сигарета отнимает у человека 14,5 минут жизни». Если вы выкуриваете в день всего лишь одну пачку сигарет, вы укорачиваете свою жизнь жизнь больше, чем на 4 часа. Подумайте над этим. Ваши сутки не имеют даже 20 часов. Посмотрите внимательно на легкие курильщика. Они напоминают мне атомный взрыв. Это что, легкие, что ли? Проклятие, несчастье. Посмотрите заявление ученого мира в этой области. Табак является причином таких раковых заболеваний, как рак легких, полости рта, глотки, поджелудочной железы, печени, почек, мочевого пузыря, шейки матки и рака крови. Если мы будем продолжать это, не жалейтесь, не обижайтесь на Господа Бога, что Он не дает вам здоровья. Он хочет вам дать здоровья, но скажите, от кого зависит здоровье? От нас самих. Насколько мы хотим поступать правильно? Насколько мы хотим поступать правильно? А шестая заповедь учит. Не убивай. Это есть самоубийство. Это нарушение шестой заповеди, когда мы заживо укорачиваем свою жизнь своими руками. Да, Бог хочет, чтобы мы здесь на земле и прямо сейчас могли иметь кусочек рая и приготовиться к жизни на новой земле, где не будет болезни, где не будет эпидемии. Но вы скажете, очень хорошая идея. Но как? Некоторые люди говорят, курить бросить очень легко. Один человек сказал, я уже сто раз бросал. Очень жаль. Оказывается, это очень сложно. Сигарета покорила человека. Стакан водки покорил человека. И он, бедный, трясется и не может никак побороть его. Видите, какие мы слабовольные. Никаких сил нет. Мужчины, крепкие физически. И они, бедные, поклоняются этой маленькой беленькой трубочке, наполненной тютином. Как тяжело, как плохо сопротивляться. И вы скажете, как я могу сегодня избавиться? Я уже попробовал. Друзья мои, для вас есть добрая весть. Своими силами вы точно никогда не сможете это сделать. Сегодня одна женщина подошла ко мне в самом начале. И она говорит, Александр, я была всю встречу в прошлый раз, когда вы проводили. И сегодня я не пропускаю ни одну встречу. Я помню, как тогда крестился один мужчина. Вы знаете, он пил и курил до последнего момента. И в тот день, когда он крестился, больше он по сей день ни разу не курил и не пил. Вы заметили? Некоторые люди говорят, если ты зависимый от наркотиков, надо постепенно так выходить. Постепенно. Обман с Господом Богом в один миг. В один миг Бог освобождает человека. Если человек захочет этого, придите к Иисусу. У Него сила есть. У Него есть все возможности. У Него сильная воля. Один автор, говоря о Господе Иисусе и о верующем человеке, написал, «Когда верующий человек объединяет свою волю с волей всемогущего Бога, его воля становится всемогущей». Очень красивая фраза. Бог сегодня, Он тогда помогает нам, и Он говорит, «Я вместе с тобой работаю, ты не один, а мне все подчиняется. У меня есть сила, и я помогу вам решить эти проблемы». Библия говорит, Господь говорит, «Вложу внутрь вас Дух Мой и сделаю». Поверьте Ему, Он может сделать. Вы сами попробовали, и не получается. Не разочаровывайтесь. Придите к Нему. Библия говорит о новом рождении, которое происходит в момент крещения, когда человек говорит, «Господи, пытался что-то делать в этой жизни, но понял, что без Тебя ничего не могу». И тогда наступает новый момент в его жизни. Бог его творит новым своим сыном или дочерью. И Он говорит, «Вложу внутрь Дух Мой и я сделаю». Ты будешь другим. В один день прекратишь это делать и будешь счастлив со Мною. Но эта система богатступничества, она увела весь мир в заблуждение. И она учит, что священники ее нарушают закон Мой, оскверняют святыни Мои, не отделяя святого от несвятого и не указывают различия между чистым и нечистым. И от суббот Моих они закрыли глаза свои, и я уничижен у них. Это есть в ваших церквях? Да. Покайтесь. Покайтесь. Придите к Господу Богу. Повернитесь к Нему. Перестаньте оставаться там. Доколе вы будете оставаться там, где нету правды Божьей. Почему вы смирились и решили, что я уже привык, ну так я уже буду идти. Почему? У вас есть возможность абсолютно изменить все в своей жизни. Только придите к Иисусу. Хочу сказать сегодня каждому из вас. Истина не в большинстве на земле. Истина на земле в меньшинстве. Христос сказал, входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их. Если вы думаете, что вы сильны и спасетесь, потому что ваша церковь большая количественно, это обман. Господь приглашает сегодня вас. Придите к Нему. Придите к Иисусу. Он любит вас. Он открыл вам истину. Нету в Библии больше ничего тайного. Вы знаете правду. Повернитесь к Господу Богу. Он единственный, кто может спасти вас. И если вы не прислушаетесь, вы погибнете. Что изберете вы? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Что же ты стоишь? Иди к нему Что же ты сидишь? Беги к Христу Что же ты молчишь? Пока есть время Сердце распахнет Свою сильней Что же ты стоишь? Там тьма и холод Здесь же для Христа Ты очень дорог Что же ты молчишь? Пока есть время К Богу оброчись Склонив колени Я к тебе прихожу Я тебе все скажу Дай мне, Боже, не смолчать Дай тебе все сказать Ты войди в мой дом Сядь вечерять в нем Дай любить тебя всегда Сердцем и душом Я к тебе прихожу Я тебе все скажу Дай мне, Боже, не смолчать Дай тебе все сказать Дай тебе все сказать Ты прости меня Отче грешен я Ты о мой, мой смертный грех Кровью Христа Что же ты стоишь? Стоишь и смотришь Тяжкие грехи Свои не бросишь Кровь из ран Христа С креста стекала Чтобы жизнь твоя Счастливой стала В каждой капле для Тебя спасенье Прикоснись к Христу Ты без сомнения Выйти к алтарю Пока есть время К Богу обратись Склонив колени Я к тебе прихожу Я тебе все скажу Дай мне, Боже, не смолчать Дай тебе все сказать Ты войти в мой дом Сядь вечерять в нем Дай любить тебя всегда Сердцем и душой Я к тебе прихожу Я тебе все скажу Дай мне, Боже, не смолчать Дай мне, Боже, не смолчать Дай тебе все сказать Ты прости меня Очи грешения Ты омой мой смертный грех Кровью Христа Мой дорогой друг Две тысячи лет назад Кровь Христа Стекала с креста За твои и за мои грехи И сегодня у тебя есть Время Сделать шаг Навстречу Христу И сказать Простые слова Покаяния Я к тебе прихожу Я тебе все скажу Дай мне, Боже, не смолчать Дай тебе все сказать Ты войти в мой дом Сядь вечерять в нем Дай любить тебя всегда С сердцем и душой Я к тебе прихожу Я тебе все скажу Дай мне, Боже, не смолчать Дай тебе все сказать Ты прости меня Очи грешения Ты омой мой смертный грех Кровью Христа Ты омой мой смертный грех Кровью Христа Спасибо, Вячеслав Огромное спасибо Я внимательно слушал эту песню И думал про себя Господи Какой у меня есть шанс Послушаться Тебя Поверить Тебе И последовать за Тобой Сегодня Я каюсь перед Тобой Дай мне силы Последовать Библейской истине Помните Для Бога фальшь Не пройдет Как бы мы себя Не убаюкивали И находили Какие-то Ничтожные аргументы Чтобы защитить Своё верование Оно не поможет Есть одна истина И она имеет полноту Вы задавали вопрос Чем отличается Церковь Адвентистов Седьмого дня От других Я хочу задать вам вопрос Отличается или нет Она отличается тем Что она Верит Господу Богу И библейской истине И она Верит Иисусу Как своего Спасителя И поверьте Поверьте мне Я не хочу призвать вас Что вы пришли просто в мою церковь Это было бы моё ничтожество Если бы я преследовал такую цель Я хочу вас призвать К Господу Богу Исповедует Все можно изменить Если вы откроете Сердце Иисусу И скажете Господи Позволь мне следовать за Тобою Он силен Изменить вашу судьбу Все поменяется И вы найдёте Подлинное счастье Подлинный мир Подлинную надежду На вечную жизнь Только с Ним И в правде Его И познайте истину И истина Сделает вас свободными Сказал Иисус Сегодня вы Знаете истину Если истина вас не освободить Библия говорит Все погибнут Придите поэтому к Иисусу Завтра особый день Завтра есть шанс У каждого из нас Стать на сторону Не адвентийской церкви На сторону Господа Бога Который чётко Определил правду свою Слове своём Это правильно Пусть Бог сегодня Поможет каждому из вас Я сегодня должен сказать вам Завтра у меня будет Очень серьёзная лекция Утром Встреча очень серьёзна И на вечер Очень серьёзная лекция Но уже сегодня Я могу сказать Искренне перед Господом Чист я от крови всех вас Ибо я не упускал Возвещать вам Всю волю Пожью Аминь Я хочу помолиться с вами О Отец наш Небесный Мы сердечно благодарим тебя За то, что ты сегодня Ещё раз Позволил нам серьёзно задуматься Посмотреть Что есть истина И где мы находимся Спасибо тебе огромное Господи За то, что В Слове Твоём Открыта Вся Твоя правда Мы отвергали её Господи На протяжении Возможно Всей нашей жизни Мы находили для себя Некие слова Отрывали от правды Твоей Для того, чтобы Утвердиться в собственном мнении В неправде Но сегодня Истина очевидна для нас Прости нас, Господи И, пожалуйста Помоги прийти к Тебе Как Твои сыновья и дочери Помоги стать на Твою сторону Чтобы иметь надежду Когда Ты придёшь в наш мир Чтобы нам не погибнуть Но иметь жизнь вечную Любим Тебя, Господи Поэтому Помоги Нашему неверию Сегодня, когда уйдём С этого места Просим Тебя Храни каждого человека В пути У нас есть преимущество Начинается Твой день Твоё время Которое Ты выделил Особо и сказал Что это Твоё время И чтобы мы не тратили На своё личное Помоги нам быть верными Тебе Помоги использовать это время Для своего спасения Для того, чтобы стать ближе к Тебе Чтобы Ты, когда придёшь в этот мир Узнал нас Что мы Твои дети Сегодня Прошу, чтобы Ты хранил каждого в дорогу Пошли в нужный транспорт Позаботься о каждой семье О их нуждах А завтра помоги прийти Поклониться Тебе по заповеди И утром в 10 часов И в 17 часов Во имя драгоценной Наша молитва к Тебе Имя Господа И Спасителя Иисуса Христа Аминь Огромное Вам спасибо Что Вы были с нами сегодня Бог Вас любит Он искренне хочет Что Вы были Его детьми Поверьте Ему И я Вас люблю Всего Вам самого доброго Счастливого Вам дорогу Обязательно приходите завтра